Приветствую вас! Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юлия, и мы сейчас находимся на территории Воронежского заповедника. Сегодня вас ожидает экскурсия по музею. Дом Бобра. Первый этаж заповедника, музей, рассказывает нам историю создания его. А также показывает, конечно, есть такие вот аквариумы, где можно посмотреть на чучела животных. Здесь полностью история, но на самом деле круто, что такое есть. Также можно почитать, походить, да, тут и деревья, да, весь цикл, да, весь единый организм, кто чем питается. На самом деле, ну, круто, это очень впечатляющее зрелище. И на самом деле, приезжать сюда с детьми, я думаю, это по-любому нужно. И, ну, у нас вот так вот все развивающее. И смотрим, прекрасные чучела, которые здесь находятся именно в движении. Это просто, блин, шикарно на самом деле. И я такого не видел нигде. И столько чучел, именно сделанных из самих животных. Блин, просто у меня даже слов нет, на самом деле. Сколько это все. Очень круто. И вход сюда стоит 100 рублей. Я думаю, он вполне окупается за своих впечатлениях просто. А также здесь находятся, как бы, деревья, да, и, ну, полностью фауна, которая сделана. Да, 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 круто, блин, смотрите, вообще. Также мы выходим сейчас с этого музея и идем смотреть бобров. И также у нас будет сегодня еще экотропа. Блин, все такое новенькое, красивенькое смотрится. Прям вообще, мне нравится, радует прям глаз. И прям ощущение, как будто ты находишься именно в музее. Заповедники. Очень круто. Сейчас мы посмотрим еще бобров. Блин, они там говорят, если докоснуться хвоста, то можно руку все разодрать до крови. Смотрите, какая прикольная парковка для велосипедов. Так, одеваем маски обязательно. Атрибут сегодняшнего дня. К сожалению, без них никуда не зайдешь. Так, в любом порядке можно посещать этот городок. Посмотрите, мы находим сейчас к Бобра-Нарию. Там находится семья из бобров. Сейчас мы посмотрим, как это будет все выглядеть. Блин, уже круто просто на самом деле. Сейчас заходим. Здесь у нас бассейн. К сожалению, бобров не увидели здесь в Бобра-Нарию. Но это неудивительно. То, что это очень сложно увидеть их. А тем более сейчас уже у нас октябрь месяц. Ну и можем посмотреть карпов. Вот они, Юля, они спят. Вот мы увидели бобров. Но, к сожалению, они впали в спячку. Походу, делал уже все. Не знаю, не впадают в спячку, а не впадают. Смотрите, какая красота здесь вокруг. На самом деле, когда все ухожено, когда все красиво. Просто радует глаз на самом деле. Я считаю, что это очень круто, что за нашим музеем смотрят. Дом бобра. Сейчас мы будем туда заходить. Круто, очень впечатляюще вообще здесь. Где можно посмотреть и понажимать кнопки любые, какие вы захочете. И так же они будут сдавать звук. Круто. Давайте дальше пройдем. Интерактив у нас продолжается. Видите? А, где это? Да, где это. Мне оно видно. Прикольно же. Оригинально. Оригинально. Так же здесь настроение бобра. Косточки такие маленькие. Не как раз, а наши собаки больше. Вот такие. А так же, смотрите, очень много интерактива. Ее можно посмотреть, да? Лапа, да? Ага. Нажимай тоже. Посмотрите. Тут можно посмотреть будет, какая шесть принадлежит какому животному. Жестко. Ну, прикольно, на самом деле. Интерактив продолжается. Здесь даже 3D-картинки у нас находятся. И вот это. Стой. Так же здесь можно будет посмотреть детям. Мультики или что у нас здесь идет. История, наверное, да? Ну, вот так вот просто. Мультики идут. Тоже все развлечение для детей. Не, прикольно, на самом деле. Я считаю, что дети должны развиваться. И в таких местах, я думаю, получат больше впечатлений, чем сидя дома за компьютером. Также здесь у нас находится уже на выходе. Вот такая вот книга, где можно оставить свой отзыв или предложение. Но обычно там пишут дети. Рисуночки интересные. Выходим дальше. И теперь нас ждет самое интересное, для чего мы сюда приехали. Это бобринная ферма. Не знаю, если они еще не спят. Надеюсь, то, что хоть кто-нибудь еще будет с нами. Здесь можно, конечно, приезжать, фотографироваться. Есть места, где есть разные ракурсы. Например, на этом мастушке можете сесть и сфотографироваться. Не, очень красиво здесь. И именно пейзажно, как бы назвать это место. Ну, вот мы сделали... Зачем сюда приехали? Это отфотографировались, конечно, обязательно. Обязательно надо ездить и фотографироваться. Это по-любому. Потому что впечатление, конечно. Видео это хорошо. Но фотографии вы можете показать и своим близким, и родственникам. Особенно, если они у вас распечатаны. И у вас уже 7 альбомов прямо. Да. Ну, смотрите, как отсюда выглядит все. Это шикарно. Мне выглядит классно. Просто вот эти рельефы. Не, ну, прикольно сделано. Класс. Я считаю, что вот такие вот и должны быть парки на данный момент. Как здесь все ухожено. Так, теперь мы заходим в самую главную часть музея. Это дом бобра. Бобровый... А, бобровый питомник. Спасибо. Такой класс. Бобров очень много, впечатления остаются только позитивные. Ну, если не думать, для чего их разводят на самом деле. А так, конечно, все позитивно, как и круто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!